Кадровая проблема общая для многих городов. Кадровый голод наблюдается на различных предприятиях. Связано это и с условиями жизни в малых городах, и с разным уровнем заработной платы в провинции и в столице. Влияет это и на демографическую ситуацию. Всерьез озаботились этим вопросом в Калязинском районе, где по инициативе главы района прошел круглый стол по решению кадровых проблем на промышленных предприятиях в сфере ЖКХ. В районе отмечается несоответствие спроса и предложения имеющихся вакансий. Так, швейным и обувным производством нужны швии, сборщики, верха обуви, раскроющики. На высокотехнологичные производства, такие как машиностроительный и механический завод, нужны люди с высоким уровнем квалификации. Для этого на предприятиях проводится обучение и предоставляются льготы. Это и высшее образование, профильное обучение, и обучение на местах второй, третьей профессии. Молодых специалистов, которых мы обещаем выплатить им как льготы социальные, там ипотеку мы оплачивали людям, да, порядка 50 человек получали льготы по ипотеке. Участники круглого стола отметили, что нужно больше внимания уделять подготовке рабочих кадров на местном уровне. В Калязин такая работа ведется в двух колледжах. Одному из них, колледжу имени Николая Полежаева, в этом году исполняется 120 лет. В колледже обучается 330 студентов. Мы готовим специалистов среднего звена. 20 студентов совмещают работу с учебой. То есть в нашем колледже, если ты имеешь возможность, будучи студентом, устроиться на работу по получаемой профессии и специальности, то есть мы поддерживаем. Чтобы помочь определиться с выбором будущей профессии, для колязинских школьников прошла ярмарка образовательных услуг. Мероприятие было организовано Центром занятости населения района совместно с отделом образования. Участие в нем приняли представители Тверской сельскохозяйственной академии, Кашинского колледжа, Кашинского медицинского колледжа, а также двух колязинских колледжей. Ребятам рассказали о том, каким специальностям у них обучают, какие созданы условия для учебы и проживания иногородних студентов. Конечно, очень важно, при выборе профессии ваши навыки, ваши хотения, но тем не менее, очень важна и востребованность профессии. Поэтому хочу сказать, что у нас сейчас огромная потребность в кадрах, все наши предприятия работают, поэтому у нас сейчас потребность в кадрах более 300 человек. Это и предприятие, это и социальная сфера. По итогам работы круглого стола было принято решение изучить положительный опыт других регионов и принять на местном уровне программу подготовки кадров в Калязинском районе.